Приветствуем всех. Хотел бы сказать, что это был технологический релиз. То есть мы старались этот релиз выпустить, чтобы показать, что развитие буса не остановилось. Мы, естественно, продолжаем над ним работать. Для нас это основной продукт, это главный продукт для нас. Но так как внутри BITREX 24 происходили изменения, связанные с лендингами, то часть команды, естественно, занималась этими вопросами. Поэтому это такой маленький технологический релиз. Естественно, что развитие буса не останавливается, потому что и мер меняется, и законодательство меняется, и потребности компании меняются, компании растут, у них новые возможности и новые потребности, и, соответственно, и бус должен меняться, чтобы удовлетворять этим новым реалиям. Если посмотреть на новейшую историю буса на развитие, то с версии 15.5 мы прошли уже несколько шагов, которые включали в себя и бигдату, и композитный сайт, и маркетинг, и сращивание с CRM до определенной степени, и коммуникации, очень много разных этапов. Но самое главное, то, что показано на этом сайте, что с версии 27 мая 2015 года началось планомерное изменение и переход на новую структуру работы внутри нашей системы управления сайтом. Самое главное, то, что мы хотели изменить, это дать возможность работать с огромными массивами данных. Мир изменился, изменились объемы данных, интернет-бизнес становится основополагающимся бизнесом. То есть это огромные компании пришли в этот сегмент. Соответственно, мы должны дать возможность этим компаниям работать с нашим продуктом. И вот мы сейчас расскажем, что у нас есть на 10 октября. Во-первых, конечно, это поддержка изменений в законодательстве, набившая оскомину, федеральный закон 54, но тем не менее мимо него не пройти. Да, ФНС нам подложил небольшие осложнения, осложнения для небольших бизнесов, осложнения вообще для бизнесов, которые используют интернет-магазины. Если у большого бизнеса все проще, они быстренько перешли на новую схему, подключили к ЭКМ, подключили к ОФД, и все стало работать прекрасно и замечательно. То у малого бизнеса, соответственно, те, кто никогда не предполагал, что необходимо выбивать какие-то чеки, необходимо выбивать и делать какие-то движения, связанные с фискальными накопителями, пришлось изучать эту тематику, изучать, как все это работает. И мы, соответственно, попытались сделать все просто и легко для этих сфер бизнеса. Да, на таймлайне вы видите, где мы сейчас находимся. Мы движемся постепенно к последней такой финальной крупной точке, после которой уже практически все должны будут печатать чеки в соответствии с федеральным законом. Итак, что у нас есть? У нас есть, во-первых, то, что Bittrex управление сайтом полностью удовлетворяет требованиям федерального закона о применении кассовой техники. И у нас есть три возможности, как чеки печатать. Это бесплатное собственное приложение, 1S Bittrex касса, которое можно поставить на компьютер в офисе где-то, подсоединить к нему кассу, и приложение будет забирать данные с магазина, печатать чеки на кассе и передавать данные обратно в магазин, информацию о том, насколько чеки успешно печатаны. Это приложение бесплатное. Есть возможность использовать печать чеков через 1S, то есть передавать информацию в 1S, а касса должна уже там быть подключена неким образом. И, наконец, облачные сервисы. Об этом вы тоже знаете, что мы поддерживаем Атолл онлайн. Это значит, что вы арендуете как бы облачную кассу, через которую печатаете. Об этом вы знаете, а вот о том, что скоро, вы, наверное, не знаете. Да, нас очень часто просили клиенты наши, чтобы мы подключили Orange Date, потому что он дешевле по цене, дешевле, чем Атолл, и его выгоднее использовать нашим клиентам. Мы начинаем переговоры с этой компанией и очень надеемся, что в ближайшем времени появится поддержка данной компании, облачного сервиса. Ну и связанное с приложениями, еще связанное с нашим бесплатным приложением, мы на данный момент поддерживаем только кассу Атолла, но уже совсем скоро выйдет наша поддержка штрих-м оборудования. Итак, что у нас есть? Как мы уже сказали, у нас есть касса трех типов. У нас есть все работающие на текущий момент ОФД. Это те организации, куда нужно сдавать информацию о чеках. У нас есть автоматическая и ручная печать чеков. Автоматические чеки печатаются при оплате заказа. Можно вручную напечатать. У нас есть возможность печатать чеки возвратов. У нас есть опционально открытие и закрытие рабочего дня и печать за это отчетов. Это опционально. То есть если вам это нужно, если у вас касса только для онлайна, имеет смысл включить. Если у вас касса и онлайн, и оффлайн, то кассовая дисциплина кассира должна заниматься уже вручную закрытием рабочего дня, тогда это имеет смысл отключить на сайте. Ну и так как выходят постоянные обновления и прошивки каких-то кассовых аппаратов, добавляются новые виды чеков, добавляются новые схемы работы, которые начинают поддерживать кассовое оборудование и, соответственно, поддерживать работу УФД и налоговая инспекция, мы, естественно, следим и отслеживаем это законодательство и приносим все извинения, которые будут происходить на данном сегменте рынка. Вот сейчас произойдет изменение внутри Атолла, они начнут поддерживать версию 1.1 прошивок аппаратов и 1.5, и через некоторое время мы также автоматически постараемся, чтобы клиенты безболезненно смогли использовать все возможности данных изменений. Да, немного технической информации. Как я сказал, мы поддерживаем три вида касс, но это не значит, что этим все ограничено. Вы можете добавлять свои собственные кастомные кассы, столько, сколько вам нужно. Для этого есть базовый класс, вот здесь написан его Namespace, наследуя который вы можете реализовать свою собственную кассу и в обработчике указанного события зарегистрировать ее, и после этого эта касса может использоваться для печати чеков наряду с нашими стандартными кассами. Привел я также два интересных Namespace, которые могут пригодиться. Как правило, они нужны для облачных касс, для тех касс, которые будут работать с облачными какими-то сервисами. Это iCheckable, это если касса умеет принимать запрос о состоянии чека, то есть ее можно спросить, а напечатан ли такой-то чек, как там у этого чека дела. И iPrint Immediately, это интерфейс, который говорит о том, что чек нужно отправить на печать незамедлительно, потому что стандартный механизм работы с чеками — это поставка его в очередь, он становится в очередь и ожидает, когда до него дойдет очередь по печати. Но в случае, если у вас облачное решение, то очередью занимается это облачное решение, поэтому его можно печатать, отправлять туда незамедлительно. Наследуя кэшбокс, вы, соответственно, можете легко сделать свои собственные кассы, типы касс, точнее. А касс вы так и так можете делать много, тех типов, которые зарегистрированы у вас в системе. Как выбрать, какую именно кассу использовать? Касс может быть множество, и для того, чтобы выбрать, на какой кассе чек печатать, есть система подбора касс. У каждой кассы настраиваются ограничения, и та касса, которая всем ограничениям текущим удовлетворяет, та и будет использована для печати чеков. Стандартные ограничения у нас есть по компаниям, если вы используете холдинговую структуру, по платежным системам, то есть можно для наличных денег печатать на одной кассе, для безналы на другой кассе печатать, и вы можете добавлять свои произвольные пользовательские ограничения, в том числе любые произвольные, хоть по фазе луны. Если вы зарегистрируете ограничения вот в этом вот обработчике события, то оно будет доступно в интерфейсе в стандартном, и, соответственно, можно будет указать, задавать, когда печатать, когда не печатать чеки именно на этой кассе, потому что касса может быть несколько в рамках одного магазина. О кассах мы сказали, об ограничениях мы сказали, могут быть кастомные чеки. Мы поддерживаем стандартно сейчас, в настоящий момент, три вида чека. Это чек, который печатается при оплате заказа, и два чека возврата. Это возврат налом и возврат без налом. В дальнейшем мы будем поддерживать больше видов чеков, как только появится поддержка этого в кассовых аппаратах. Но уже сейчас вы можете делать свои кастомные чеки, если вам это необходимо, отнаследовавшись от базового класса чек, и зарегистрировав ваш чек, в указанном от обработчике события. Это интересно крупным компаниям, когда они используют какую-то свою систему скидок, и вы хотите ее представить на чеках более подробной информацией, когда хочет компания сказать, что, ребята, это не просто скидка, это какая-то бонусная программа или еще что-то, вы можете сделать свой чек и выводить его. Также немножко сошел ажиотаж, связанный с FZ54 и связанный с чеками. И компании, которые занимались подключением и выпуском кассового оборудования, начинают становиться как бы вменяемыми, потому что первый как бы наплыв сошел. Вы можете как партнеры или те, кто делает разработку, идти к этим компаниям и предлагать им сделать решение внутрь маркетплейса. Потому что касс на данный момент поддерживается совсем мало, а их производителей очень много. Соответственно, так же, как с платежными системами, если прийти на данный рынок и предлагать свои услуги данным компаниям, есть большой шанс пополнить решение маркетплейса за счет этих производителей. И, наконец, непосредственно печать чека. Также вы можете повлиять на стандартный алгоритм печати чека. Для этого нужно повесить обработчик указанного события. В обработчик приходят те документы, которые сейчас хотят напечататься. Это могут быть оплаты или отгрузки, или то и другое. И если вы на это событие повесите обработчик, то, соответственно, в нем вы сможете задать, для каких документов какие типы чеков печатать. То есть для разных документов можно печатать разные типы чеков, в том числе кастомные ваши чеки. После сохранения заказа чек может быть получен указанным выше API методом. И интересные еще три события, которые могут быть вам полезны. Это на подготовку данных. На этом событии можно, если подвесить обработчик, то можно менять содержимое чека. Допустим, как-то особым образом отформатировать название товаров или еще что-нибудь сделать. Проверка чека перед добавлением в следующее событие. И, наконец, очень интересное событие, которое вызывается, если касса по тем или иным причинам вернула ошибку. То есть что-то пошло не так с чеком. Я могу, например, сказать, как подделали интересную замену содержимого чека крупные ритейлеры. Так как им тяжело показывать информацию, которая уходит реально на ОФД о продажах, они, например, делали общую группу молочные продукты. И туда подгоняли некие типы товаров, которые брались из системы базы. То есть вы берете с базы настоящий товар, подменяете название, отправляете на чек какое-то усредненное название. Потому что названия не постоянно меняются, им тяжело работать с этой базой данных, они пытаются как-то ее упростить. Следующий федеральный закон, о котором нужно знать и который нужно учитывать при разработке сайта, это федеральный закон 152, закон о персональных данных. Закон, если переформулировать его простым языком, гласит о том, что если вы что-то спрашиваете у клиента, если это что-то является персональными данными, вы должны у клиента спросить разрешение, это дело сохранять и обрабатывать. И в разрешении вы должны явно указать, кому эти данные будут переданы, то есть конкретно юрлица, и какие именно данные перечислить, и какие именно данные будут переданы. А на интернет-магазине две основные точки сбора персональных данных, фактически, это форма оформления заказа, это когда вы спрашиваете у человека действительно персональные данные, связанные с его адресом, фамилией, телефоном или какими-то еще данными. И вторая точка – это регистрация на сайте. И эти соглашения могут кардинально отличаться. Поэтому мы даем возможность создавать разные соглашения для разных вот этих точек соприкосновения. Если в случае отгрузки и оформления заказа вам требуется передача, например, данных сторонним компаниям, и вы должны явно это указать внутри соглашения, кому вы передаете данные, для каких целей и так далее, то при регистрации на сайте такую информацию не обязательно указывать, и там может быть другое немножко соглашение, потому что там это не требуется. Ну вот здесь на скриншоте изображено соглашение на форме оформления заказа. Давайте взглянем, как оно настраивается. В компоненте оформления заказа добавился новый блок, который отвечает за настройку этого соглашения. Там можно включить или выключить показ этого соглашения, а также выбрать, какое именно соглашение показывать. Мы сделали общий стандартный механизм хранения и обработки этих соглашений. Таким образом, для каждой отдельной формы заново создавать соглашение, заново создавать весь механизм учета, на что согласился пользователь, не нужно. Все это мы уже сделали за вас, и достаточно просто в форме вызвать необходимые API-методы, для того, чтобы предложение принять соглашение появилось, и какое-то из стандартных соглашений было предложено пользователю. И кроме того, что вы храните все соглашения, и храните то, что клиент согласился с этим соглашением, вы обязаны еще предоставлять информацию по каким-то запросам госорганов. То есть госорган говорит, что вот этот человек сделал на вас жалобу, он не соглашался, вы должны быстро найти информацию о том, что было или не было согласия по каким-то критериям. Все эти соглашения, все эти формы автоматически складируются в одно общее место, где будут находиться все ваши клиенты с указанием места, где он согласился, с указанием его IP-адреса и так далее, или каких-то еще дополнительных данных, в зависимости от формы, которую он заполнял, будут храниться в этой таблице, вы сможете ее быстро найти, поиском, фильтрацией, чтобы предоставить информацию о том, что клиент согласился, и он обманывает госорганы в том, что он не делал согласия на обработку своих данных. Да, формы у нас бывают двух типов. Это самое простое. Это собственная форма, когда вам просто дается поле для ввода, и вы вводите любой текст соглашения. Либо стандартная форма. В стандартной форме вы задаете только ключевые поля, а полностью соглашение формируется автоматически, включая автоматически туда те поля, которые вы запрашиваете у пользователя, то есть те свойства заказа, которые вы запрашиваете у пользователя, и те компании, которые в холдинговой структуре у вас участвуют, они на эту форму попадают автоматически, то есть при добавлении новой компании переделывать форму не надо, если у вас используется стандартная форма. Вот как уже было сказано, что не только на оформлении заказа эти формы должны быть везде, где спрашиваются персональные данные. Вот, соответственно, в форме регистрации тоже вылазит соглашение о том, что пользователь согласен, что он вам предоставит, и перечислено, какие поля, поля те, которые в форме регистрации есть. Так как форму регистрации настраивать через параметры компонента довольно затруднительно, потому что она для неавторизованных пользователей вылазит. Поэтому настройка того, какие именно соглашения показывать на каком сайте, вынесена в глобальные настройки модуля main. Через эти настройки можно для каждого сайта задать, какое соглашение показывать, показывать ли вообще, или какое-то одно общее соглашение задать. То же самое есть для блогов, потому что в блогах есть персональный раздел, где спрашиваются параметры пользователя, имя, фамилия для форумов и для других наших компонентов, там, где персональные данные спрашиваются. Ну, естественно, если у вас кастомные формы, вы должны строить аналогичный механизм в свои кастомные формы, чтобы не получить претензии от Роскомнадзора, судов и прочих органов. Следующая важная вещь, которую мы хотим вам рассказать, это готовность к посткомпьютерной эре. Как вы знаете, в 90-х, 2000-х годах был бурный рост компьютерной техники, рост был очень крутой и быстрый, но в текущее время наблюдается уже спад. То есть идет ветвь развития компьютерной техники на спад в пользу посткомпьютерных устройств. Это мобильные устройства, это бытовые устройства с возможностью какой-то компьютерной работы, телевизоры, уже кофеварки есть с управлением по Wi-Fi, распределенные компьютеры и так далее. И уже, насколько я знаю, посетители интернет-магазинов, покупатели, уже если в среднем мировом разрезе, больше половины составляют как раз пользователи мобильных устройств. Может быть, Юра, процент… Да, да, уже в маленьких даже городах, даже небольшие компании, вот сайт моей супруги, посещаемость мобильных устройств в среднем уже 64-65% от 100% посетителей. То есть фактически сейчас особенно молодых людей найти, которые работают с компьютера, а не с мобильного устройства, сложнее, и они в основном все на мобилах. Вот поэтому имеет смысл, конечно, делать так, чтобы сайт адекватно работал на устройствах любых разрешений для того, чтобы не делать много версий вашего сайта для разных видов устройств. И, соответственно, мы проводим определенную работу для того, чтобы наши компоненты адекватно выглядели на устройствах с любыми разрешениями. Это и мобильные телефоны, и планшеты, и дистопные компьютеры. И что мы вам хотим представить? Это новый компонент корзины. Он был один из немногих компонентов, до которых руки пока еще не дошли. И вот, наконец, дошли до него руки, и мы хотим вам представить этот компонент в его адаптивной форме. Основные точки изменения данного компонента были с нескольких сторон. Первое – это основной компонент тогда, когда магазин огромный. Предположим, у вас некий B2B магазин, где ваши клиенты заказывают сотнями товаров за один раз, когда эта корзина занимает 600, 700, 800 элементов. Это был, наверное, самый основной камень преткновения, особенно связанный с SQ элементами, когда просто корзина не справлялась даже на очень быстрой технике. Это была одна из точек, которую мы хотели исправить. Второе – мы хотели вообще отказаться от этого компонента. Почему? Потому что у малого бизнеса нет потребности в корзине как таковой. Что такое покупка в маленьком магазине? Это обычно 1-3 товара за раз в одном заказе. Соответственно, вот этот шаг с корзиной – он бессмысленный. Единственное действие, которое делал клиент на этом шаге – это он мог ввести купон. Не все используют купоны, но даже вот купона можно сделать немножко на других шагах. И мы сделали новую схему работы этого компонента, когда он мог встраиваться или как бы работать внутри системы оформления заказов. Теперь корзиной можно будет управлять внутри оформления заказов. Там можно будет менять количество, удалять некоторые товары. И третье – то, что мы хотели добиться от этой корзины новой – это ее возможность работы, направленной на то, чтобы увеличить конверсию конечного магазина. Чтобы клиенты не уходили, им было удобно, они могли работать на любом из устройств, как уже сказал Леша, на мобильных телефонах, на компьютере, чтобы они могли видеть, какие товары они добавили, видеть, какие товары они убрали и дать возможность им подарить подарки, дать еще какие-то возможности, но об этом немножко дальше. Да, и так, на текущий момент у нас фактически весь e-commerce на сайте закрыт адаптивными компонентами, которые успешно выглядят на устройствах с любыми разрешениями. У нас есть компоненты каталога адаптивные, это и детальная информация о товаре, и список товаров. У нас корзина появилась адаптивная, которая адекватно выглядит на всех устройствах, причем с обновленным внешним видом, который мы старались сделать максимально понятным, в том числе проводя юзабилити-тестирование на кроликах. Это очень важный этап, потому что малейшие ошибки могут приводить к серьезной потере конверсии. Например, был случай, моя мама рассказывала мне, она оформляла заказ в интернет-магазине, и там у одного из поля был вопрос, ошиблись в одной буквы. Вместо того, чтобы введите ваш адрес, написали введите наш адрес. Она мне потом звонит и рассказывает, что я же не знаю, какой у них адрес, я ушла на другой сайт. Поэтому из-за одной опечатки потеряли клиента. И очень важно выверить все, что есть на таких важных компонентах, как оформление заказа и корзина. Оформление заказа у нас адаптивное, и меню навигации по сайтам у нас тоже адаптивное, поэтому можно успешно собирать сайты, которые будут адекватно выглядеть на устройствах с любыми разрешениями экрана. А вот та же самая корзина уже в полноэкранном режиме, в дистопном. К сожалению, немного засветляет, мониторы засветляют ее. Но тем не менее, это представление для оптовиков, для тех компаний, у которых, как правило, в корзине очень много товаров. Как вы видите, размер каждого товара достаточно небольшой. Если отключить показ картинки товара, он станет еще меньше. И в этом случае много можно показать элементов на экране. Но остается все равно полная функциональность. Мы будем давать возможность выводить ключевые свойства, которые влияют на изменения. Это цвета, например, размеры, те, которые вам требуются в вашем интернет-магазине. Будет не происходить автоматический пересчет всей корзины из-за того, что клиент идет и меняет. То есть какая схема работы у большого клиента, любого такого оптового магазина? Он идет по товару, по списку товаров. Он должен быть компактный, должно вмещаться очень много. Его основная цель – это либо увеличить количество, либо уменьшить. Это цель его удалить товар, либо вернуть этот товар. Это все будет здесь поддерживаться. Даже удаление товара будет происходить не сразу. Оно будет удаляться и сворачиваться в некую небольшую полосочку. Клиент может его обратно вернуть, может обратно удалить его. Пересчеты будут происходить только тогда, когда клиент немножко остановился и перестал это делать. Будут происходить отложено. Соответственно, будет все связано с тем, чтобы производительность не проседала, какое бы количество товаров не было положено в корзину. Да, переработали несколько показ подарков, переработали показ предложений для того, чтобы это было максимально адекватно, для того, чтобы пользователю было понятно, и для того, чтобы можно было увеличить средний чек, предлагая какие-то дополнительные товары, предлагая какие-то опции. И тем самым клиент их покупает, тратил бы больше денег в вашем магазине. Вот здесь показана более полная карточка. Это для тех, очевидно, которые не оптовые магазины. Вот показано, что мы можем подарить, соответственно, блок. Кроме товаров-подарков мы можем дать возможность купить, да, сделать какой-то совет по покупке данного товара. То есть вы знаете, что при покупке телефона очень часто ваши клиенты покупают, я не знаю, зарядку дополнительную для автомобиля, какой-то чехол и так далее. Вы сможете сразу предложить данные товары с условиями, связанными с товаром, которому вы это предлагаете. Следующее. Вот, да, говорили об оптовых покупателях, об оптимизации корзин для оптовых покупателей. Что же все-таки было сделано? Вот интересные сейчас будут слайды про оптимизацию магазина. Провели достаточно много времени, оптимизируя то, что тормозит. Прежде всего это интересно для оптовых покупателей, потому что именно на большом количестве товаров в корзине в заказе это заметно. и достигли определенных результатов. На графиках левые и правые графики между собой не сравниваете, там разные единицы измерения. В левом графике это время работы, серенькое это то, что было, синенькое это то, что стало. Даже на небольшом количестве товаров в корзине 1.5 мы видим, что стало быстрее. Чем меньше, тем лучше, значит быстрее. А для оптовиков, вот, например, 100, ускорение в 2,5 раза. Это полный пересчет корзины. Ускорение на полном пересчете корзины. Кроме того, мы добавили режим, когда не нужно полностью пересчитывать корзину. То есть корзина думает, определяет, нужно ли пересчитать себя или не нужно пересчитать. И это зависит от настроек. Если пересчитывать не нужно, то ускорение еще более драматическое. На 1000 я старое не показывал, потому что иначе график сплющивался резко вниз. И на 1.5 там вообще ничего не было видно, поэтому я просто не показал. Там было неразумное время. Теперь время достаточно разумное. Количество запросов, кстати, уменьшилось до линейного. То есть если раньше был рост запросов в зависимости от количества товаров, то теперь количество запросов линейных базе данных. Особенно сильный рост был, если товаров в корзине очень много с СКУ элементами. То есть все, торговые предложения попали в корзину, запросы росли фактически экспоненциально. Теперь это линейная зависимость. Оптимизация оформления заказа. Здесь еще более разительные цифры. Смотрите, время работы на 100 товарах в 32 раза нам удалось ускорить. То есть для оптовиков действительно был сделан достаточно большой блок работы, который позволит им эффективно продавать свои товары, в том числе в большом количестве. По запросам в 28 раз удалось уменьшить количество запросов. То есть это мы ползком на карачках весь код, выясняя, где тонкие места, где-то нужно перепроектировать, перепридумывая какие-то подходы, алгоритмы. Вот этого удалось добиться. Так что теперь мы вполне успешно отрабатываем и на 100 товарах, на 1000 товаров, и на 2000 товаров. Тесты наши показывают, что мы вполне успешно работаем. А если включить режим у корзины, это новый режим, когда происходит как бы в неком таком фрейме окне скролирования товаров, то есть когда не перерисовывается вся информация внутри, а она подгружается по мере ее пролистывания, то в принципе можно работать, можно сказать, с любым количеством товаров, которые положат в корзине. То есть там вообще уже нет никакой зависимости от количества товаров, которые туда как бы клиент добавил. Так, следующее интересное, что у нас появилось, это небольшие изменения в скидках. Ну, наиболее интересные. Там было больше изменений, наиболее интересные. Мы вернули накопительные скидки в новые скидки, то есть теперь ими можно пользоваться. И про интересные условия расскажем также, которые проверяют, применялись ли скидки к данному товару или еще нет. Ну, подожди сразу от накопительного уха ходить. Одним из интересных изменений, которое появилось в накопительных скидках, это возможность их применять совместно с чем-то еще. Раньше, если вы включали накопительные скидки, ими из-за этого пользовались достаточно небольшое количество клиентов, они применялись безусловно. То есть вот хочешь, не хочешь, мы их применили. Плюс накинули еще туда какие-то условия, которые добавочно появились на корзине, и все это применилось в совокупности. И, соответственно, клиент мог получить скидку больше возможной, которую мог дать магазин. Теперь вы можете очень гибко разграничивать накопительные скидки, и даже клиент, имея накопительную скидку, может ее не получить, а может получить ту скидку, которую вы хотите сделать для данного товара. То есть можно обойти накопительную скидку. Вот давайте на практике, на скриншотах настроим такую нам ситуацию. Мы хотим, чтобы у нас были накопительные скидки с такой вот матрицей. Если оплаченных заказов больше, чем на 1000 рублей, то, допустим, даем скидку 3%, от 10 тысяч 5% и от 100 тысяч 7% даем. Причем хотим сделать так, чтобы если какие-то другие скидки уже были применены, то накопительная скидка не применялась. И, соответственно, мы в нашей форме настроек как раз это и задаем. То есть задаем матрицу и отмечаем галочку, что не применять скидку, если уже были применены какие-то другие скидки. И задаем, что срок действия вот этого накопления 1 год. Дальше мы хотим сделать такую скидку на раздел платья, которая будет достаточно выгодная, 15%, но мы хотим, чтобы можно было задавать еще более выгодную скидку на отдельные платья, но тогда, чтобы это не применялось уже. То есть либо та, либо та, иначе слишком много будет. Поэтому мы задаем скидку 15% на раздел платья, но ставим ей новые условия, были применены скидки, нет. В этом случае, если какие-то скидки были применены, это будет пропускаться, то есть она применена не будет. И теперь, если мы на произвольное платье делаем совсем выгодную скидку 20%, то будет применена только она, ни это, ни накопительные применены не будут, потому что у этого условия стоит не применяться, если были другие применены. И у накопительных то же самое условие. Мы можем проверить реально в каталоге, реально в каталоге так и есть. 15% на все платья, кроме одного, на который 20%. На него только 20, ни копейкой больше. И в картине мы также можем проверить, что у нас на особое платье 20%, на остальные платья 15%, а на те, которые не платят, накопительная скидка применилась, потому что ничего других скидок на эти товары не было, соответственно накопительная скидка применилась. Сколько тут? 3%. Фактически это изменение дает возможность быть более простой, иметь отношение к скидкам. Если раньше было очень нужно внимательно каждую скидочку создавать, следить за ее приоритетностью, следить за ее применимостью, и любая ошибка фактически выливалась в то, что вы продавали товар ниже его себестоимости, или продавали товар слишком большой скидкой, которая не хотелось бы магазину. Теперь, в принципе, если менеджер ошибается, но стоит галочка «Не применять другую скидку», если было применение какой-то иной скидки, то все, менеджер может не переживать, никакие лишние скидки применены просто не будут. По крайней мере, цена не уменьшится ниже какого-то уровня, на который она может уменьшиться. Были определенные изменения в службах доставки. Расскажу о наиболее интересном из них. Это появление транспортных заявок пока для Почты России, но в дальнейшем появится и для других служб доставки. Ну, давай немножко похвалим Почту России. Удивительная вообще компания. Я не представляю, как можно в такой огромной компании сделать, чтобы произошли такие глобальные изменения. Они переделали свою API, оно стало прекрасным, с ним стало, возможно, нормально работать, оно стало поддерживать нормальные мощности обработки. То есть мы начали развивать это API. Если в предыдущем апдейте, который мы выпустили, мы дали возможность просто делать реалтаймовый расчет, не как раньше, на табличных данных мы основывались, а мы в реальном режиме времени обращались к их серверам и запрашивали информацию о том, как рассчитать доставку. Если сервер падал, мы автоматически переключались на наши табличные данные, тем самым клиент не страдал, он даже не знал, что происходила такая интересная возможность. В тестовом режиме мы как бы это запустили. Теперь мы даем возможность не просто рассчитывать скидки, а даем возможность, как у нормальных компаний, вызвать курьера, чтобы забрать посылки, или подготовить весь набор пакет документов, если у вас есть договор с Почтой России, приехать туда и сдать через специальные окошки для обработки юридических лиц, сдать ваши товары максимально быстро. И что самое главное, что автоматически в этом случае назначается трек-номер вашей отгрузки, а дальше через уже стандартные механизмы этот трек-номер может отслеживать и преобразовать в статусы отгрузки, которые видны и менеджерам, и покупателям. То есть уже автоматизация практически полная. Фактически это была вторая проблема и второй камень преткновения, что не имея этого трек-номера, приходилось их вручную забивать после того, как вы получали на руки документы от Почты России, и забивал менеджер, специально садился. Это хорошо, если у вас 3-4 заказов в день, а если у магазина сотни или больше заказов в день, забивать вручную было очень неудобно. Теперь вы, имея этот номер в реальном режиме времени, сразу назначаете его клиенту, отправляете клиенту. Единственное, не забывайте писать, что трек-номер начинает работать не сразу, потому что у них там есть небольшая задержка, обычно в сутки, вдвое. Когда он начинает активироваться и говорить, что товар принят. И очень многое другое, что было добавлено в Bittrex управление сайтом, но об этом мы не успеваем рассказать, но хоть так вскользь. Google карты в магазине появились, возможность указать ставку НДС для службы доставок, кому это интересно. Илюш, извините, перебью. Это фактически такая же схема, как сегодня показывали для Bittrex 24. Тут тоже поддерживаются Google карты, вы можете использовать. Единственное, что там ключ зашит сразу нашей компанией, мы оплачиваем эти расходы. Вы должны понимать, что это крупный магазин, вы будете сами оплачивать расходы, связанные с Google. Да, определенные работы были по местоположению, по ВКонтакте, по другим модулям, в SEO, блоге, в блогах новый редактор был встроен, новые представления, комментарии были встроены, они скоро выйдут. То есть работа идет, продукт развивается. Не останавливаясь? Что бы хотелось сказать о том, чем мы хотим позаниматься в будущем. Так как Леша уже сказал, что произошла посткомпьютерная эра, фактически все перешло на мобильные телефоны, хочется, чтобы следующий рост продаж был за счет вот этих возможностей. И ВКонтакт, и Facebook, и другие сервисы, которые работают с мобильными устройствами, стремятся сделать так, чтобы товар предоставлять в чатах, товар предоставлять еще в каких-то местах, там, где клиент общается в данный момент с этими сервисами. Мы будем стараться поддерживать эти технологии, стараться делать, чтобы клиент мог с ними работать. Естественно, будет развиваться и схема оплаты. Очень удобно, те, кто пользуются Apple PM или Samsung PM, понимают, что поднеся телефон к определенному устройству, приятно им оплатить, приятно вызвать Яндекс.Такси, нажав кнопочку и все, оплата сразу снимется. Мы хотим, чтобы в магазине так же происходило, и будем стараться, чтобы поддержка появилась внутри магазинов таких способов оплат. Ну и хочется, чтобы интернет-магазины начинали более тесно сближаться с CRM-системами, потому что фактически интернет-магазин перестал быть просто витриной. Это уже большой бизнес, это большая общая какая-то картина внутри этого бизнеса. Нужно узнавать клиента, нужно принимать звонки, нужно понимать, кто делает этот звонок. Нужно общаться в чатах с клиентами, поддерживать их через чаты, ну и, соответственно, информировать о каких-то там возможностях, которые произошли или изменения, которые произошли в вашем магазине. Очень хочется, когда я пришел в магазин, указал свой номер телефона, получить смс-очку, что мой заказ сформирован, получить следующую смс-очку, что этот заказ передан в службу доставки и так далее. То есть не бегая мне в магазин, получать всю необходимую информацию. А это хорошо получается делать через вот всевозможные CRM-системы. И будем дальше двигаться вперед, чтобы скрестить наш CRM с интернет-магазином каким-либо способом. Очень коротко последнее. Самое последнее. Только прям последнее. Да, совсем-совсем последнее. Итак, наверное, вы уже знаете, что мы собираемся повышать минимальную версию PHP до версии 5.6 с нового года. Почему мы так долго ждали? Потому что мы смотрим, какими версиями пользуются наши клиенты. И вот произошло знаменательное событие буквально недавно. наконец-то встретились седьмая и 5.6 версии вместе по использованию. А вот версии, которые младше, они постепенно падают. И к новому году, ожидаемо, упадут меньше 10%. Поэтому мы считаем, что мы можем от них отказаться. Конечно, существующие сайты продолжат работать, ничего не сломается. Просто они не смогут обновиться до более новой версии, если у них версия PHP меньше 5.6. Кстати, обновляйтесь обязательно, потому что как минимум это небезопасно иметь более старые версии. Об этом написано на сайте PHP. Те, у кого версия 5.6 и выше, они просто ничего не заметят, продолжат работать, как работали. Будет много чего интересного там для программистов в новых версиях. Но останавливаться на этом не буду, потому что регламент мы свой черпали. Большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.